здравствуйте вы смотрите белгород медиа это проект белгород pro здесь мы рассказываем о людях которые живут и работают нашем городе и делают его лучше сегодня героем нашего проекта стал проректор по цифровой трансформации белгородского государственного аграрного университета имени василия яковлевича горина кандидат философских наук сергей харламов сергей юрьевич здравствуйте добрый день расскажите как вы попали в сферу вузовской науки и почему решили связать с ней свою жизнь вуз все время пронизывал мою жизнь я отучился потом поступило предложение поступить в аспирантуру поэтому я науку не бросал а в двадцать первом году поступило предложение от ректора станислава чалейника возглавить на направление по цифровой трансформации она очень было в то время актуальным но она и сейчас актуальна но тогда создавались в соответствии с поручением президента с распоряжением правительства создавались в должности вузах ответственных людей которые должны отвечать за цифровую трансформацию поэтому мне было это интересно тем более учитывая что я люблю айти я из отрасли никуда не уходил я закончил в такой айти направление это было информационный менеджмент тогда то есть это то направление которое позволяет управлять информационными ресурсами поэтому мне стало интересно это был новый опыт и мне захотелось попробовать и я связал свою жизнь вот как раз с белгородским аграрным университетом в чем суть и миссия вашей работы как вы это видите на первое место выходит то что необходимо рассказать ребятам студентам о новых направлениях в сфере айти новых подходах которые можно применять своей жизни показать вообще значимость эти айти это действительно круто также наша цель научите преподаватели абитуриенты очень активно и приходя со школьной скамьи они уже разбираются в современных айти направлениях и поэтому преподаватель должен быть на определенном уровне повышать свои компетенции и потом уже прокачивать так называемые цифровые навыки своих студентов назовите пожалуйста основные проекты реализованные в последнее время вузе вот под вашим руководством прежде всего конечно это у нас проект который был связан с поступлением вуз онлайн так называемый суперсервис то есть в нашей стране любой абитуриент может поступить выбрать любой вуз через портал госуслуги и соответственно необходимо было связать информационную систему вуза с федеральной системы госуслуг это была очень тяжелая кропотливая работа но мы справились и сейчас наш вуз может выбрать любой абитуриент на всей нашей территории большой страны в том числе и в ближнем зарубежье поэтому вот этот наверное такой для меня основной проект а следующий проект это проект по популяризации аддитивных технологий который позволяет нам наверное открыть завесу тайны над технологиями 3d печати рассказать студентам рассказать преподавателям об этих технологиях у нас ряд проектов есть с нашими партнерами на ну вот например у нас совместный проект с россельхозбанком называется он явагра то есть ребята могут через платформу россельхозбанк разработанную зарегистрироваться создать свой личный кабинет и соответственно выбрать ту компанию в которой бы они хотели работать на этой платформе они могут сделать свое резюме ну пройти определенные курсы повысить какие-либо свои навыки и соответственно дальше уже трудоустраиваться в какой-либо компании но из внутренних проектов это у нас создание систем электронного документа оборота автоматизация финансово-хозяйственной деятельности но я думаю что эти проекты наверное есть в любых вузах но тем не менее они очень важны для вот внутреннего определенного движения документов финансово-хозяйственной отчетности поэтому мы тоже с ними работаем давайте чуть подробнее поговорим о вашем совместном проекте с госкорпорацией росатом как так вышло начало этого проекта и в чем взаимный интерес вуза и компании росатом но придя сюда на работу наверно одно из первых совещаний было как раз в нашем министерстве экономического развития белгородской области тогда еще департамент экономического развития и соответственно после этого совещания на котором присутствовали представители росатом был один из проектов в котором нам предложили поучаствовать это создание цатодов то есть центр аддитивных технологий общего доступа на базе нашего университета в проекте росатом это было три уровня то есть это школа колледж и университет и вот соответственно университет мы подошли по определенным критериям потому что у нас уже был определенный технологический задел и соответственно мы хотели продолжать дальше расти и нам это было интересно а также интерес был связан с тем что у нас активно проводил начала проводить в стране политика импортозамещения и определенные детали до которые ну довольно трудно трудно купить за границей можно в то же самое время напечатать и сделать технику снова жизнеспособной подписали соглашение взаимодействия и после этого подписали соглашение о том что мы создаем такое в центр аддитивных технологий общего доступа который наполняет росатом а мы со своей цели популяризируем эти все направления рассказываем не только студентам нашим и преподавателям но и также проводим кили определенные курсы по дополнительному образованию и соответственно вот у нас данное направление рассчитано на три года и я думаю что вот в течение трех лет мы в принципе с компанией русатом постараемся донести наверное до белгородцев конечно прежде всего да о том что существует такое направление и наверное самое главное чтобы люди не боялись этого направления да то есть чтобы приходили заводов приходили люди своих производств и не стеснялись смотрели пробовали делали заказы чтобы мы это все выполнили что входит в оснащение центра аддитивных технологий общего доступа что могут увидеть люди которые сюда приходят здесь у нас будет находиться один принтер f2 lite потом два принтера фора и мы планируем также сюда поставить 3d сканер соответственно ну и дальше уже будем смотреть развивать активно может быть также дополнять другими принтерами возможно даже в будущем найдем как говорится возможности для поставки принтера который печатает металлическим порошком то есть это тоже интересное направление и нам бы хотелось в этом направлении поработать и поставить данное оборудование центр аддитивных технологий общего доступа вот поясните что значит общего доступа кто сюда может попасть и на каких условиях двери открытые для наших студентов для преподавателей я думаю что тут у нас школа находится рядом для школьников условий никаких просто желание есть попасть да прийти посмотреть у нас будет руководителя данного центра соответственно будут определенные занятия определенная программа и мы делаем такой определенный календарный план мероприятий которым как раз мы и будем приглашать учеников я думаю что даже не не только школа и садиков мы в принципе наш университет активно работает с детскими дошкольными учреждениями поэтому я думаю что любой желающий сможет попасть контакты будут на нашем сайте да и в принципе мы всегда открыто и к любому взаимодействию меня всегда точно можно найти всегда договориться в определенной экскурсии которая может пройти в этих стенах дистанционная форма обучения это один из новых подходов последних лет и эта сфера также входит в зону вашей ответственности как проректора расскажите об этой иногда невидимой но достаточно объемной части вашей работы это прежде всего конечно создание у нас контура информационных систем которые взаимодействуют с федеральными информационными системами работаем в федеральном правовом поле да мы не можем отойти от требований федерального законодательства конечно это поступление в уз онлайн это определенная федеральная информационная система которая отвечает за прием за внесение данных о полученных дипломах они коррелируются и соответственно мы должны стыковать свою вот такую информационную систему и передавать данные ну иногда бывает даже в течение там двух-трех часов то есть мы должны выгрузить данные после получения уже данных например от абитуриентов ну и также есть у нас электронно-образовательная среда которая активно у нас развивается мы сейчас ищем новые определенные подходы вот я недавно только вернулся с конференции которая проходила в москве так называемые был слет людей которые занимаются индивидуальными образовательными траекториями сейчас наверное даже не обязательно искать может быть там дорогих преподавателей еще кого то кто знает да то есть сейчас есть очень сильно онлайн курсы мы вот в принципе как раз пообщались с представителями ведущих университетов нашей страны которые готовы оказать содействие да и дать в открытом доступе там онлайн курсы определенных по определенным направлениям поэтому вот даже на примере программирования то что преподаватели не успевают за скоростью развития этих технологий и ему тяжело переобучиться да там или еще что-либо сделать а когда есть вот курс записаны абсолютно с новыми подходами то соответственно мы можем это дать студентам чтобы они обучались мы в этом году стали кандидатами в программу приоритет 2030 то есть это программа которая позволяет вузам трансформировать себя наверное прежде всего и поэтому одним из направлений в этой программе как раз есть и цифровая трансформация онлайн образования то есть мы выделяем это направление нам оно интересное мы все-таки хотим чтобы наши студенты были самыми лучшими получали самое качественное образование и самые лучшие курсы были именно для наших студентов вы родились в Белгороде но с вашими компетенциями вполне могли бы работать в любом вузе нашей страны почему для жизни и работы вы выбрали все-таки наш город до 35 лет ты хочешь куда-то уехать но тебя никто не зовет да после 35 тебя все зовут но ты уже никуда не хочешь ехать потому что ты живешь на своем районе своем месте да и наверное просто это любовь к малой родине и зачем да то есть это что-то менять что-то настраиваться да а здесь все твое родное ты все знаешь и поэтому нахожусь здесь вся семья здесь и никуда не хочется отсюда уезжать опять же развитие дистанционных технологий позволяет в принципе наверное находиться в любом городе нашей страны и вообще мира и заниматься любимым делом правильно я когда работал в одной эти компании я просто понял насколько у нас в маленький земной шар да то есть можно по технологиям общаться абсолютно спокойно с любыми коллегами из разных стран мы работали с проектом 1С и наши коллеги были там в чили например да или в арабских эмиратах и после встреч на какой-то территории да мы потом вели проекты находясь в разных часовых поясах и абсолютно не чувствовали какой-то дискомфорта поэтому наверное даже одна из причин да то что стоишься в белгороде зачем куда-то уезжать если ты можешь с коллегами пообщаться находясь просто в своем рабочем кабинете и никуда не выезжая хватает ли у вас времени на отдых и как и где предпочитаете проводить свободное время может быть есть какие-то хобби у вас хобби это конечно прежде всего спорт ну учитывая что белгород это волейбольная столица мира и поэтому волейбол захватил меня наверное еще со студенческой скамьи да то есть у нас были прекрасные тренера и до сих пор мы играем собираемся и дети у меня тоже ходят на вот волейбольную секцию поэтому когда есть свободное время конечно хочется поиграть собраться с друзьями также увлекаемся настольными играми активно вот сейчас мы развиваем белгороде игру го это настольная игра которая ну считается одной из самых сложных в мире когда активно развивался искусственный интеллект нейронные сети прорывом вообще в создании нейронных сетей было как раз то что программа обыграла человека и после этого действительно совершился прорыв нейросетях и учитывая что мне и кандидатская была связана с искусственным интеллектом так она наверное совпало что вот стал играть в эту игру и мы с командой единомышленников едем на соревнования общаемся но тоже отвлекает от обыденности до которая иногда нас пронизывает но в то же самое время она действительно позволяет открыть такой космос новых идей если у вас любимые места в нашем городе где вы любите бывать сами с семьей Белгород прежде всего для меня наверное самое любимое место это набережная реки Везелка тем более учитывая что я там родился да потом определенном времени когда шел ремонт я как-то туда не заходил а потом когда он закончился увидев эту красоту да уже вот действительно но настолько стало каждодневным местным пребыванием и местом силы наверное да что не хочется никуда оттуда уходить то есть прошелся подумал всегда приходит ответы на сложные задачи именно в этом месте также очень сильно нравится дорога которая проходит по ну так называемым пескарьеру я думаю что все тоже белгородцы знают да прекрасный лес то есть вот это наверное и привлекает то что буквально 15-20 минут уже за городом находишься попадаешь в лес в котором можно пройтись побегать погулять покататься на велосипеде отдохнуть и после вот выходных двух дней да если ты там прошелся здесь ты возвращаешься на работу совершенно свежей совершенно с новыми силами спасибо за интересную беседу сергей юрьевич я напоминаю что гостем нашего проекта был проректор по цифровой трансформации белгородского государственного аграрного университета имени василия яковлевича горина кандидат философских наук сергей харламов а